Мы находимся на МРО Раша, где только что закончилась дискуссия по работе с компонентами воздушных судов. И у нас в кадре представитель авиакомпании «ЮТЕЙР» Игнатий Вакорин. Игнатий, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам. И мой первый вопрос. Что происходит в стране? Новый тип коронавируса. Возможно ли из-за этого увеличение поставок материально-технического обеспечения? В принципе, это возможно. Но наша сеть поставщиков диверсифицирована по всему миру. И поэтому мы думаем, что мы сможем компенсировать задержки в той или иной стране, вызванной коронавирусом. Компенсировать поставками из других стран менее подвержен этот вирус. Поскольку мы работаем со всем миром. Это не только Россия и Европа, но и США, и Америка. Можно минимизировать, да? Да, 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 конечно. Если в случае задержки где-то в одной компании, мы можем взять другой. Наша система закупок мы строим таким образом, чтобы мы могли из нескольких мест брать. То есть стараемся себя, конечно, резервировать. Потому что простой воздушного судна дорого обходится, если ты работаешь с одним поставщиком. Немного поговорим также про таможню. Про таможню. Довольны ли вы работой таможенных служб в России? Ну, в целом, мы довольно-таки большую работу провели и в том числе с таможней. И внутреннюю, большую часть внутренней. Конечно же, у нас есть и задержки по таможенным причинам, и досмотры, и все остальное. Но в целом, если брать ситуацию 6-7 лет назад, конечно же, есть улучшения. Какие-то новые механизмы позволяют государственные таможенные применять, ускорять выпуск. Мы зачастую получаем или декларируем груз еще, когда он находится в пути, или еще только отгружается. И мы ждем только какое-то короткое время до получения. В целом, улучшения есть. Конечно же, есть куда стремиться, и нам хочется работать так же, как работает Европа или США, когда ты вообще не тратишь никакого времени на таможню. Ты получаешь груз на терминале так же, как при внутренних перемещениях, грубо говоря. То есть нам бы, конечно, хотелось такого от нашей таможни в части авиационных запчастей, чтобы мы в любом случае не тратили на это время. Спасибо. Ну и поговорим немного про цифровизацию рынка. Наблюдается в индустрии такой тренд. Какие решения в цифровизации использует UTR, и что из этого действительно полезно для компании? Ну, если в части снабжения авиационными запчастями мы с 2015 года внедрили систему AMOS. Она у нас в промышленной эксплуатации. Ежегодно мы улучшаем свои процессы благодаря. Вместе с AMOS именно эта система позволила нам планировать работы на 3-4 года вперед, соответственно, и планировать свое снабжение. То есть мы сегодня уже знаем то, что нам потребуется в 2024 году. Также нам стало проще и легче с этой системой управлять складом. То есть мы мониторим наши склады на ежедневной основе. Помимо этого, сейчас у нас в процессе работы это прямые каналы связи с производителями по так называемой спецификации АТА-2000 для того, чтобы мы могли напрямую передавать производителю. То есть здесь, сидя в офисе в Тюмени, сразу же в систему производителя или поставщика передавать наши заказы. То есть минуя почту, минуя какие-то рассылки, также мы активно используем торговые площадки, естественно, различные, где тоже из последних веяний таких это возможность отследить так называемую справедливую рыночную стоимость, что нам, конечно же, помогает в работе, при планировании каких-то поставок. Мы можем использовать интернет для того, чтобы понимать, что сколько стоит, и какой вообще спрос на рынке, и какая потребность позволяет управлять нашими затратами. У ЮТР также всем известно, что обширная карта полетов и аэропортов базирования. Какие сложности возникают при вашей работе? У нас сложности зачастую возникают характера, что, к сожалению, в России так построено маршрутные сети, практически все, что у нас, допустим, весь импорт прибывает в Москву. То есть у нас всегда не развито так, чтобы напрямую в Уфу было много рейсов в день, так как это приходит в Москву. Поэтому есть определенные сложности, но благодаря, опять же, нашим коммерческим службам у нас есть прямые наши рейсы из Тюмени в Уфу, например, что нам позволяет наши склады распределить по нескольким точкам и своими рейсами их доставлять. В принципе, мы используем для перевозки наши рейсы, поэтому особых прям сложностей нет. Вот с импортом, да. Хотелось бы, конечно, чтобы больше рейсов прибывало в регионы, нежели в Москву. Ну и поговорим про повышение собственной эффективности в компании ЮТР. Как и в чем вы повышаете эффективность бизнес-процессов? Ну, мы закупочные процессы постоянно совершенствуем. Мы стараемся какие-то решения внедрять, о которых узнаем в процессе конференции, общаясь с коллегами из других авиакомпаний. Применяем в практике производители конкурсные процедуры. Мы вот сейчас разрабатываем категоризацию нашего имущества для того, чтобы этим более оперативно управлять, чтобы, опять же, не складывать яйца в одну корзину, чтобы мы могли диверсифицировать наших поставщиков. Такого рода работа проводим, больше, скажем так, методологическая работа. Ну и последний мой вопрос про мероприятия. Как вам МРО Russia в этом году? Понравились ли вам темы, которые обсуждали, и аудитория мероприятия? Да, ну конференцию я уже на протяжении... 15 лет конференции? Конференции, да. Ну я посещаю на протяжении последних 5 лет каждый год. С каждым годом становится все лучше. В этом году, к сожалению, из-за коронавируса не так много было компаний, многие отказались. Но в любом случае, контент конференции очень интересен. С каждым годом, либо с какой-то новой стороны те же темы открываются, либо добавляются новые темы. Очень интересно на самом деле послушать, пообщаться с коллегами, опять же, узнать, что нового за год произошло. Перенять какой-то опыт, либо поделиться своим. Спасибо за такое чудесное мероприятие. Спасибо вам, что присоединились.